Вопрос от Владимира Вы каждый раз советуете читать толстые книги внутреннего предиктора Основной критерий любого знания это практика Без практики теория мертва Коп это теория Судя по вашим ответам теорию вы знаете хорошо Пора переходить к практике Комментировать текущие события это аналитика Которая всегда субъективна Независимо от использования методики анализа Соответственно не может являться подтверждением теории Необходимо на основе Коп создать модель Которая сможет прогнозировать процессы и социальные явления в мире На большие промежутки времени более 100 лет И для разных стран Почему это надо сделать вам а не нам Да потому что 99,9% людей Которые прочитали толстые книги ВПСР За исключением набора интересных фактов Не поняли как все это применить к жизни Ну значит прежде всего Если не говорить о методике То тогда и нечего говорить об аналитике То есть можно либо правильно понимать события Либо их не понимать Это вот как в диагнозе больному Либо правильно поставишь диагноз И тогда назначишь правильное лечение И вылечишь Либо ты поставишь неправильный диагноз И тогда ошибешься У нас почему-то вот аналитики не считают каким-то таким грехом что ли То что они могут болтать несообразно вот реальной обстановке А потом дальше что-нибудь скажу Как-нибудь выкручусь и дальше идет Это от чего? От того что у них нет методологии понимания процессов управления Поэтому здесь абсолютно неправильная постановка Что да понимание всегда субъективно Но либо это соответствует действительности Либо это не соответствует действительности Если бы это не соответствовало действительности То давно бы уже никаких просмотров не было А только они растут и растут у нас Что касается что должны сделать мы а не люди Что должны вот 99 там Или сколько там 95? 99,9 А 99,9 То это опять же субъективный взгляд Так вот суть ведь в чем Нельзя строить замки на песке Любые управленческие решения Они должны быть понимаемы народом Вот нельзя людей сделать счастливыми Нельзя их втащить в коммунизм Создав какую-то клановую закрытую группировку Которая осуществит какой-нибудь народовласть В интересах народа Вот в Ливии Самый свежий пример Но ведь больше чем в коммунизме жили Но почему никто не выступил В защиту Каддафи Почему не поднялось народное ополчение Которое бы смело вот это все вторжение Ведь никакая бы авиация не помогла Если бы было народное восстание В защиту Каддафи Но не было же этого народного восстания И оружие ведь раздали А клановые группировки постарались Это оружие использовать для себя И теперь гражданская война продолжается Так вот Насчет того Как осуществляется управление В свое время Пушкин сказал Никакое богатство мира Не способно перекупить влияние Обнародованной мысли Появилось христианство Долго шло к умам народа Прежде чем На основе христианства Стали строиться государственные структуры Попытка совершить государственный переворот Всегда вела к контрперевороту Что нам предлагается Снова сделать какой-то герметизм Снова построить толпоэлитарное общество Против которого выступает концепция общественной безопасности Снова кого-то тащить за уши в коммунизм что ли Почему люди не выступили в защиту Сталина Против десталинизаторов Хрущева Почему им потребовалось Сначала оттепель Застой Потом перестройка Реформы И только сейчас приходит осознание Что же было реально Кто был такой Сталин И что же было это за управление Сейчас печатают книги СССР потерянный рай А почему люди за этот потерянный рай не сражались Почему в результате коллективного договора Неформального конечно Состоялись все эти этапы управления Вот этого короткого верштага Описано у нас Запад и СССР О том как реально шла холодная война Ну там постановка вопроса Так вот Любую структуру которую мы создадим Она будет недееспособна Если она не будет поддержана народом И это по закону времени Поэтому знание власть И пусть это знание Берет народ в свои руки Что касается 99,9-х Людей прочитавших И не воспринявших коп Ну это абсолютно субъективное мнение Это вот опять же догматический подход Язык не тот Все не так Ну нельзя наливать Вот есть такая поговорка Нельзя наливать молодое вино в старые меха Ну испортится Так вот любое знание должно быть описано Новым терминологическим аппаратом Доступным для однозначного понимания А не то что там слово Я понял так А другой понял так Почему у Сталина не было наследников Да потому что он для описания новых явлений Использовал старый терминологический аппарат Марксистский аппарат И одни его считали ярым марксистом А другие считали извратителем марксизма А он вообще был другой Он просто этим аппаратом описывал Но в результате этого он не смог оставить наследника И не было правоприемника В его управлении И народ пошел по другому кругу Осознание того что сделал Сталин Поэтому Если народ не освоит новое знание То силовым способом Каким-то там способом заговора Насильственной смены власти Каким-то там экстремизмом Ничего не исправишь Понимаете Вот если человек знает арифметику Он ее знает Он не будет обращаться За простыми арифметическими действиями К кому-то А если он ее не знает То тогда Им можно манипулировать Вот что предлагается А зачем это знание давать толпе Давайте вот на этом знании Построим свою систему управления Свой замкнутый мирок Но дело в том что по закону времени Информация все более и более растекается в обществе Общество осваивает это Потому что мир технологический Специально построенный таким образом Чтобы знание расплывалось в народе Чтобы люди осваивали это знание И тот кто будет строить герметичные структуры Будет строить по принципу толпы элитаризма Обречен на провал в любом случае Поэтому делать это нужно всем Не нам не вам А всем нам Не надо делиться Нужно понять что мы все в одной лодке И нужно помогать грести Тому кто эту лодку тянет Путину Ну вот и получилось что мы в принципе Вышли на необходимость освоения Теоретического знания процессов управления На то что необходимо осваивать Концепцию общественной безопасности Достаточно общей теории управления Для того чтобы защищать интересы себе Своей и своей семьи Для того чтобы быть Полноценным и самовластным В непростых реальных обстановках В этой непростой реальной обстановке В этих непростых условиях современного мира Изучайте теорию И будьте властны Концептуально властны До следующих встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok